Библейский портал экзегет.ру представляет 54-й псалом в переводе российского библейского общества читаю для библейского портала экзегет. Ну вот у нас был недавно 53-й, он такой краткий конспект 54-го, да и нескольких следующих. В нем говорилась очень простая вещь, за мной гонится, более того, это краткий псалом Давида, который он сочинил, когда скрывался в городке Зив, и его жители донесли его врагу Саулу, что он там скрывается, вот Саул уже должен буквально ворваться и схватить его, он успевал убежать, но вот едва-едва. А 54-й может быть уже такое размышление более подробное, когда было время где-то там в пустыне во время ночлега сложить целую песню на ту же самую, надо сказать, тему. Подзаголовок начальнику хора под музыку струнных, песни искусственные, сложные Давидам. Таких подзаголовков у нас в этой части псалтири много. Псалом длинный, буду читать по частям. Услышь, Боже, молитву мою, не отвернись от моей мольбы, внемли мне и ответь. Я в смятении дрожу и плачу, слышу голос врага, испытав притеснение от злодеев. Они возводят на меня напрасленную и со злобой меня обвиняют. Сердце мое трепещет, ужас смертный меня сдавил. Страх и трепет меня объяли, отчаяние охватило. Я шепчу, будь у меня крылья голуби, я улетел и покой нашел бы. Я бы умчался вдаль, поселился в пустыне, музыка. Поскорей бы в убежище скрылся от ветра, вихря и бурь. Вот смотрите, то же самое настроение, что в предшествующем псалме. Но в предшествующем псалме какая-то паника, такой звонок в пожарную охрану. Все горит, срочно приезжайте. А здесь действительно на привале можно задуматься о том, как же это получается. Все меня гонят, мне бы крылья голубя, птичьи крылья, я бы улетел от них подальше. Так нет. Они меня обвиняют, сердце мое трепещет. И начинается все очень скромно. «Услышь, Божью, молитва мою». То есть это просто просьба о том, чтобы Бог его услышал. А зачем об этом просить, разве он не слышит любую молитву? Или здесь «услышь» означает «исполни немедленно». Вот «исполни» — это уже какое-то такое поручение. Это уже человек пытается командовать Богом. Что, кстати, бывает? А вот здесь именно «пойми меня». Вот одна из самых горьких вещей, которые испытывает человек, — это непонимание. И, собственно, он обращается к Богу прежде всего с просьбой о понимании. «Пойми, каково это мне». Вот это очень важная вещь. То есть можно и многое долго и подробно говорить, и Давид в некоторых местах это делает. В этом псалме дальше тоже будет делать. О том, каковы враги. Но самое главное — это установление отношений с Богом. Потом после этого можно что-то еще делать. Ну вот сейчас про врагов. «Господь, смешай их языки и раздели, как во время Вавилонской башни. Я вижу в городе насилие распри. Днем и ночью они кружат по стенам его, а внутри бесправие и горе. Посреди города гибель, обман и ложь с его улиц не сходят. Не враг меня поносит, я стерпел бы. Не враг меня теснит, я бы открылся. Но ты, человек, мне близкий, мой товарищ и друг. Мы друг друге души не чаяли, мы ходили вместе в дом Божий. Пусть же настигнет их смерть, пусть живыми сойдут шеол. «Ведь в их жилище гнездится зло. Я вас звал к Богу, и Господь меня спасет». То есть это еще и предательство. Какой-то близкий человек, он здесь не назван. Про Саула, может быть, но Саул был царем, Давид был его роженосцем. То есть здесь он говорит скорее как о равном. Хотя, может быть, и Саул ему равный, потому что оба они люди, потому что оба они поклонились Господу, ходили в его дом, еще не храм, а с Кинью, если идет речь о Давиде. Ну, неважно, все равно это место, где обитает Бог. И, что интересно, он две эти темы объединяет. В городе насилие и расприя, они кружат по стенам. Ну, как дозорные по стенам ходят и охраняют город, так насилие и расприя охраняют вот тот порядок вещей, который в этом городе сложился. И вот эта социальная несправедливость, как у пророков, идет прежде личных проблем. То есть, снов и вновь псалмопевец Давид здесь говорит о том, что его беда, его проблема – это часть общей проблемы народа, что целиком все должно быть изменено, а не просто вот у него что-то плохо, и, значит, Господи, помоги мне. Ну, а часто люди так и молятся, да, помоги мне. Ну, а что там происходит вокруг? Да какая разница? Мир возле лежит, давайте не обращать на это внимания. Нет, он видит свою личную беду, как часть вот этой общей несправедливости. И молятся довольно-таки жестко. Пусть их настигнет смерть, пусть живыми сойдут шеол, это мир мертвых, преисподняя. Вот у него была эта, что ли, как сказать, способность или дерзновенность, или уверенность в том, что можно молиться о смерти злодея. Вот была, да. Пожалуй, мало кто может это повторить. Но тогда понималось все очень просто. Вот, ну, напали там фашисты, надо их убить, да. Но фашистов сам человек убивает, если он на войну с ними идет. А вот зло творится, Господи, убей их. Не я, но ты. Тем не менее, не на этом заканчивается. Вечером, утром и в полдень буду умолять и плакать. И он услышит мой голос, сохранит целым и невредимым, от врагов, как бы много их ни было. Услышит Бог, тот, кто царствует вечно, и унизит их музыка, ведь они неисправимы. Но они не боятся Бога. Руку подняли на тех, кто с ними в мире и нарушили договор. Речь их скользка, как масло, а в сердце вражда. Слова нежнее и елее, а по сути мечи. Ручи Господу свои заботы, и он поддержит тебя. Вовек не даст пошатнуться праведнику. Ты, Боже, бросишь их в могильную яму. Убийцы, лжецы, не проживут и полжизни. Я уповаю на тебя. Вот такой несколько, ну, для нас некрасивый конец. Мы скажем, что это, я уверен, что они все умрут молодыми. Господи, уж ты это с ними справишься, да? Но вот это оборотная сторона той же уверенности, что это Господь в конечном итоге определяет, что произойдет с человеком, что это, в общем-то, отказ от личной мести. Но пока еще не отказ от желания, чтобы эти люди погибли. Причем погибли, естественно, здесь физически еще в этой жизни. Ну, и как одна из главных причин, они подняли руки на тех, кто с ними в мире. Да, это вероломство, это предательство, а не просто какое-то злодейство. Такой псалом длинный и сложный, и 55-й продолжит эту тему. Субтитры создавал DimaTorzok